Друзья, много вопросов поступает, связанных с судьбой 84-й школы и 5-й школы, находящихся в заводском районе города Саратова. Что с ними будет, как идут работы, связанные с реконструкцией, расширением этих школ, учитывая, что мы с вами обсуждали этот вопрос, и вы знаете, эти школы в прошлом году посещали. Могу вам сказать, что проектная документация подготовлена, она сейчас проходит экспертизу, в ближайшее время которая будет завершена, после чего все документы будут направлены в Министерство просвещения Российской Федерации. Вопрос предварительно мной обсуждал с министром просвещения Российской Федерации, и надеюсь, что нам удастся включить в бюджет на 2021 год с тем, чтобы и 5-я школа, и 84-я школа попали в программы федерального бюджета. Нам это дает возможность расширить эти две школы, построив пристройки на 1100 мест. 922 места новых появится, оборудованных в пятой школе. Сегодня эта школа переполнена, переполнена существенно, и около 200 мест, у нас дополнительных, 178, если быть точным, появится в 84-й школе. Но кроме того, что это будут ученические места, мы сможем в рамках вот этого финансирования, которое, надеюсь, получим в федеральном бюджете, построить и бассейн, и столовая, и многое другое. Вот такая работа проводится. Надеюсь, что уже в ближайшее время смогу проинформировать вас о завершении этой работы, Ну и при рассмотрении бюджета на следующий год, а эта процедура начнется в сентябре текущего года, постараемся отстоять две этих школы, чтобы они были включены в финансирование за счет средств федерального бюджета. Давайте верить в то, что все будет хорошо. Поэтому никто не отменял и не снимал задачи по решению этих вопросов. Просто они стали более масштабными и, понятно, стали более финансово емкими. А для того, чтобы их решить, необходимо проект подготовить. На это пришло деньги искать. Опять за счет привлеченных источников в области своих средств не нашлось. Нужно сейчас проводить экспертизу. Этим занимается уже региональное министерство образования. Я надеюсь, как только все эти работы будут выполнены, дальше мы продолжим этим заниматься, с тем, чтобы на будущий год уже начались работы по строительству пристроек, спортзалов, бассейнов, столовой и многого другого, для того, чтобы наши дети чувствовали себя в школе уютно.